Здравствуйте, дорогая голубевода. Вот видите, вот голубь рядом. Теперь этот голубь в точке. Вот видите, вот. Вот как он там наяривает. Ну и видите, там вот я честно показываю, да, высота крестовина. Андрей, это касается тебя и наподобие тебе людей. Ну уж если вы такие хорошие, честные ребята, ну уж снимите честный ролик, да, ну хорош людям мозги пудрить. Я понимаю, бизнес застрял. Помочь ребят ничем не могу. Вы уж извините меня. То есть надо вот как. Я вчера там говорю, ты начал затеивать, да, тебя не нравится моя птица. Ну уж покажи ты свою там. Я тебе написал. Вот вызываешь людей штук 50 там. Пусть они пальцем покажут тебя каких. Выпускаешь и посмотрим, сколько у тебя там летит и бьет. Может у твоих голубятни там 2-3 штуки голубей там. Ты себя грудь бьешь там. Вот у меня такие сякие, да. Давайте разве навсегда закончим вот этим базаром, да, там. Я говорю, это не рынок. На моей страничке можете там правильно дискуссию вести. В общем, я сейчас приближу камеру. В общем, буду других снимать. Вот там сверху. Ну, сегодня штук 30 я выпускал. Специально, чтобы можно было так более-менее игру снимать. Сейчас буду, ну, сейчас он как бы даже приближенном варианте. В общем, вот максимум, что ты показываешь. Да, там 3-4 штуки там даже и то я намного ближе потянул. Вот. Вот то, что ты показываешь людям. И что человек должен увидеть, понимаешь. Вот, ну, летят там несколько. Хотя на данный момент 2, 4, 5 штук я снимаю, да. Но, по-моему, на табло 3 белых точки появляется. Ну, это бреды, ребята, очередной. Ну, прекращайте, ради бога там. Пора делом заниматься. Хорошей же фигней страдать. Сейчас приближу камеру опять. И будем снимать голубей там. В общем, вот они. Вот. Рассыпную. В общем, да. Задаешь вопрос, я тебя 10 раз объясняю. Я говорю, не поленись. Открой, посмотри внимательно. Вот я больше, чем уверен, мальчишек не настолько нужен, чем тебя. Потому что мальчишки, они когда первый раз, новички, когда первый раз что-то умное слышат, они учат. А вот очень трудно переделывать людей, которые вот голову бил, что это должно быть так. Понимаешь? Но на самом деле это никакое отношение не имеет, да, там. Касаемо птицы, там, вот, ну, многие ребята мне даже пишут, спрашивают, а что, говорит, серьезно, говорит, бойная птица может в точку уйти. То есть, настолько людей мозги уже воодурманили, понимаешь, что люди уже не верят, что птица должна летать. Ну, я с уверенностью заверяю вам, ребят, вот, есть три вида птицы. Это пингвины, казуары и страусы, которые не летают. Все остальные птицы, будь это там павлина, будь это бухарский барабанщик, пусть эти узбеки там, пусть там любая птица должна летать. Бог им наградил крыльями. Эти крылья должны играть, то есть летать там. Ну, среди них есть там еще, ну, видите, голубка, голубка, не знаю, там даже хвоста нету, то есть на таком линке, то есть в таком состоянии, все равно летают. Да, результат не огромный там. Если голубь может там 5-6 часов времени показывать, да, сейчас может там полчаса-час показывать. Но голубь в любом случае, в любую погоду летит. В общем, то есть есть голуби, которые вот часто ребята мне пишут, там спрашивают, в общем, да, как там, это, чё? В общем, по сильно бьющих голубей. Ребят, пока идет линька, вы видите, что это, да, там, пеньки разбивают голубей, оставьте этих голубей в покое, пока не трогайте. Они уйдут за бой, эти голуби. Потом стоит их просто вывозить. Андрей, вот для чего голубей вывозить вообще-то, в первую очередь. Значит, их надо будет вывозить, и эта птица опять начинает летать, подниматься. Просто нельзя во время травм, травмировать еще больше эту птицу. Я в моих советах очень много говорю. Вот кто в Ютубе, там, зайдите в Одноклассники, там много есть. Тренировка бойных голубей, как избавляться от брака, там, от забивных голубей. То, что вы там приходили, там, в валерах поднимали вам эту птицу и говорили, это бомба, ну, это бред, это не бомба. Это просто обычные трехкопеечные голуби. Этих голубей, я всегда говорю, пучок им, цена этого пучка, там, три копейки и не больше. То есть, это не голуби, это брак. Голубь должен с игрой подниматься, должен с игрой отпускаться. Я про бойных голубей говорю. Другая птица, она должна летать. Пусть это Николаевская, пусть это там, не важно, какая птица. Есть крылья, у нас есть ноги, мы ходим, у них есть крылья, они летают. У рыбы есть плавники, они плавают. Вот пора к этому уже, как бы, знаешь, больше не возвращаться. То есть, голуби всегда должны летать. Ну, сейчас я, наверное, на паузу поставлю, там, приспуститься и буду, так, по чуть-чуть снимать. По одному, по одному, по две, потому что, ну, все равно, у меня толпа получать, я их всех не могу. Там, штук 30 наверху. Сейчас вот как бы с паузу сниму, чтобы не зависло. Ну, по-моему, должно снимать там, видите, вот там, 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 там. То есть, штук 30, они уже в разноброс летают, голуби. Ну, когда поднимаешь 100, 120 штук, 130 штук, понимаете, ну, это много, огромное количество. Они в любом случае будут вместе там. Мне как-то там приехали ребята посмотреть голубей, там, кинул 13 штук, потом двоих, вот этого старика, еще одного выбрасываю. Ну, в общем, и это, да, я говорю, сейчас, через 5 минут, если эти голуби, я говорю, если эти голуби сейчас на круг пойдут, то через 5 минут вы их не найдете. Ну, так и получилось, голуби не подвели, ушли. Там, человек 6-7 сидят, ну, один такой же, наподобие Андрея, там, ну, прямо очень упрямый. В общем, тот, который соображает в голубях, все, говорит, поехали. Этот, говорит, что поехали, давай дождемся, сколько они летают. Он говорит, слышь, ты дебил, говорит, человек 15 штук голубей выкинул, все поодиночке ушли, кого ты, говорит, будешь ждать, говорит. Они могут через полчаса сесть, могут через, это, да, там, в ночь садиться. Он говорит, как, вон 4 штуки вместе летают. То есть, он увидел, что на небе из 15 голубей четверо, вот как, вот там, четверо сошли. Он говорит, слышь, ты совсем тупой, что ли? Ты, говорит, посмотри, это те же самые 4 или это разные 4? То есть, ну, есть люди, которые, понимаешь, не знаю, хотят, они выглядят тупыми, либо на самом деле тупые, там, знаешь, ну, без толку им объяснять. Понимаешь, вот как, ну, как валенник сибирский, вот объясни, не объясни, он все равно. Тут уже и ребята, там, пишут, издеваются, там, про муху, про пчелу, там, про дерьмо, про цветы, все равно, ну, человек, ну, ни хрена не понимает, ну, сколько возможно это все. В общем, ну, да, на эту тему я уже, там, сказал, Бог любит тренироваться, я его третий раз уже заблокировал, так, все, там, оставим ему такое, там. И наподобие ребят, там, это, да, там, ну, ведите себя правильно, неправильно. Так, понимаешь, там, уже не молодые, вот, мальчишка, это, да, там, 12 лет, сто раз умнее вас оказался, там. Сейчас я собаку успокою. Сейчас я выехал, вышел на улицу, там, для того, чтобы собака не гавкала. Ну, и попробую сбоку, как бы, снимать там голубей. Так, значит, по поводу почтовых голубей, ребят, значит, российский рекорд, по-моему, 3200 километров. Результат спортивной птицы, знаешь, мировой, по-моему, 3,5 тысячи. Это предел голубеводства, спортивные птицы, это, вот, есть любители спорта, да, есть спортсмены профессиональные. Вот, хороший почтовый голубь, их, когда накидывают, не то, что они должны прилететь, понимаешь, у них засекается время, на какое, за какое время этот голубь преодолел вот эти 3,5 тысяч километров. Кто самый первый прилетел, прилетают практически они все. Спокойное расстояние для почтовых голубей 1100 километров, то есть, они спокойно берут, понимаешь. Для бойных голубей, я там вчера написал, 500 километров, он там удивленный, ну, понятно, что ты удивленный, потому что, ну, не знаю, кроме курей, наверное, в своей жизни ничего не увидел-то там, что такое реальная птица, наверное, там, может, даже и не слышал про это. Вот в моем городе, или это, да, там, человек, который мне как бы учил голубеводства, там, это был детский друг моего дяди, в общем, очень шикарно понимал в голубях вот этот человек. Он мне учил оперировать голубей, там, ну, очень многому он учил. Правда, он не всем это учил, там, я, может, сказать, даже, это, собственного сына, он родного сына не учил. В общем, учил вот у меня, потому что мне был огромный интерес к этой птице, вот он делился со мной, там, очень многие секреты я от него узнавал, там, в общем, ну, как бы, часть этих секретов я, как бы, с вами делюсь, там, в общем, часть, там, со временем буду делиться, так, значит, он продавал с Гориса в Баку голуби. Те года, в 70-е годы, за 500 рублей купили у него голубя. Три года продержали этого голубя Валеры, за три года не могли получить ни одного яйца от этого голубя. Через три года выпустили голубя, голубь прилетел к нам, в этот город. Приехали за этим голубем, предлагали 3000 денег, он этого голубя не продавал, потому что человек любил птицу. Он говорит, если бы вы выпустили этого голубя, да, там, через полгода, там, ну, через несколько месяцев, я бы бесплатно вам отдал. Но вы, говорит, мучили эту птицу, вы, говорит, не голубеводы. Вот это был такого типа человек, он любил птицу, в общем. Вот у него голубь взял расстояние 500 километров, в общем, по-воздушному, по-прямой, как самолеты летают. То есть не перевалами, не этими. В общем, вот тоже рассыпается. Вся небо, 30 штук, но вся небо в голубях, да, там, я говорю, там, ну, невозможно. Вот вчера Андрей был, там, увидел своими глазами. Картина совершенно другая, он вам сам расскажет, там. Значит, по поводу того, что я натаскиваю свою птицу, ну, во-первых, я эту птицу привез в 94-м году, я уже сказал. За 32 штуки я дал, как за три квартиры. То есть я купил за очень дорого, предложил деньги, чтобы человек вынужден, то есть две голубятни вынуждены продали мне эти птицы. Там был дефолт в Армении, там, в общем. Привез сюда и по сей день эту линию у меня. Продержал две недели, обе крылья привязаны, неделю одно крыло, кидал на крышу. Через три недели дал всем крыло, четыре дня у меня ни одного голубя не было. Через семь дней все голуби были на месте. Вот настолько у них шикарные, да, мозги. То есть, ну, с Волгограда до Еревана не долетели эти голуби. В общем, ну, ни один из них не пропал. Они все вернулись на это, да, к чему и вот хороший, любой хороший голубевод вам скажет, чем отличается хорошая птица. То есть, в первую очередь мозги. В общем, тренировка этих голубей. Во-первых, вы избавляетесь от бракованных голубей, да, от лентяев, от забивных голубей. Вот то, что вы езжаете, выпускаете. Во-вторых, вот я сейчас уже, ну, как бы не 18 лет мне, расстояние около 50 километров. Длина Волгограда 81 километров. 50 туда, 50 сюда, это получается 100 километров. То есть, на притяжении 100 километров моя птица возвращается домой. Это по-любому. Бывает такое, что там пол города закрывает туманом, голуби наверху. То есть, снизу просто покрыл туманом. Этот голубь обходит со стороны, отпускается ниже под туман. И низом приходит, потому что ему уже знакомы все вот эти территории, короче. Бывает такое, когда копчик разгоняет голубя. Скорость бешеная, этот голубь может там буквально за пару минут оказаться. Сейчас друг остановился, с ним разговаривал, даже уже не помню, на чем остановился. Да, значит, ну попробуй так нить не прорвать, там вспомнил. В общем, по-моему, да, про то, что я голубей вывожу, выпускаю там. В общем, отсеиваются все бракованные птицы, говорите. Во-первых, голуби начинают, когда вот по одному, по две, по три штуки выкидываете, голуби уже начинают по-другому летать. Вот эта стайка исчезает у них, там, когда вот вы поднимаете. По одному выкидываете, это еще лучше. Голубь уже индивидуально работает, там, когда стайка кидаете, там, один, там, пять, десять штук, да. Стоит одному из них направление дома найти, остальные с ним прилетят. А когда по одному, он сам должен работать, он сам должен мозги включить. В общем, у нашей птицы фотографические память. У почтовой птицы, у спортивной птицы, у них совершенно другое. У них как компас, если почтаря хорошего кидаешь, он мгновенно разворачивается, берет направление своего дома и летит. Наша птица должна подниматься вверх. То есть он поднимается, как вот на самолете вы летите, там, сверху весь город и видно, да, Гаврич? И вот он находит, в общем. Очень хороший гон, зимний гон. Вот там, это, да, Андрей же опять спорил, как, что. Ну, ребят, температура воздуха на 1200 метров всего на 7,2 градуса ниже, чем внизу. Вот те, которые думают, если внизу там плюс 40, наверху там плюс 10, ну, это бред. Там всего разница, я говорю, даже 7,5 градуса не получается там. То есть практически та же самая, да, то, что говорит, вот, внизу жарко, не летают, у меня голубь ушел в точку, там прохладно, там он летает. Ну, это бред очередной, это голубь просто где-то сидит. Надо просто найти, где он сидит. На самом деле их очень тяжело, там, летать в такую жару, там, то есть очень тяжело. А зимой чем хорошо? Потому что зимой покрывает снегом все, голубь теряет весь ориентир. То есть почему говорят, вот к весне прилететь, да, вот у меня вот в эту весну, когда выпускали прошлогодних, которые я потерял, 10 штук прилетели до меня. То есть весной ориентир намного легче найти, зимой намного сложнее, он должен четко включить свои мозги. То есть вот основной, вот голубь должен быть умным. Это первый параметр. Ну, по крайней мере для меня, не знаю для кого, как, короче, но для меня он должен быть очень умным. То есть я еще не говорю, там, с 500 километров, ну, хотя бы километров за 20, за 30 этот голубь должен долететь до дома. Да, бойный голубь я имею в виду. Я не имею в виду Николаевскую птицу. То, что я говорю, я всегда говорю, моя тема касается той породии, которую я держу. Вот армянским бойным голубям там. Кормление там, это, да, уход одинаковый у всех. Пусть это там бухарский барабанщик, пусть это павлин, пусть это едят, а они тоже самое кормят, живут в тех же самых гнездах там, или в вольерах, там, да, там разницы никакой. То есть в первую очередь должны быть у них шикарные мозги. Очень хорошие мозги у мелочевки, у пескунов. Вот многие боятся выкидывать их. Не бойтесь. А у них память в сто раз лучше, чем у этого. Вот как молодой ребенок, да, малыш, пошел в школу, в общем, вот он этот, математику там, язык, он, ну, дети намного лучше изучают языки одновременно сразу несколько, чем взрослые люди. То же самое у пескунов. Они очень быстро находят, если у них мозги есть, если они не тупые по генам, очень быстро находят, короче, это, да, место там, ветром уносит, там, тучи, они все равно находят там. На следующий день прилетает. Пескун, он очень сложнее, вот это, да, теряется, чем взрослый голубь. То есть вот это запоминайте. Голубенок должен летать. Вот там первый, второй, третий, четвертый лед. Ладно, хрен с ним, пятый лед. Он должен покрываться, этот голубенок должен идти в точку. Если он не ушел, потом хороших результатов от него не ждите. А потом он должен взять бой, да, разные породы берут по-разному. Но наша птица, она очень быстрая. Бывает буквально первый же лед, он уже на хвосте спускается. Бывает на третий, на четвертый. Ну, через месяц, через два эти голубяты уже бьют. Бой закрепляет где-то через год. То есть там уже серьезные столбы начинают показывать, там серьезный этот выход дает, короче. По поводу столба и потяжки тоже. Вот говорят, 200 метров тянет столба, 500 метров тянет. Ребят, определите, что такое столб и что такое потяжка. Вот высота девятиэтажного дома, это 25 метров. Покажите какой-нибудь голубя, который дает такой столб. Потяжка у меня даже, вон, в роликах есть спуск с крыши голубей. Вот у меня там красная, белогрудая голубка была там. Это не Артамон. Похоже на Артамона, но это не Артамон. То есть это чисто по армянской птице вышло там, вот такая она вышла. Вот эта голубка, в ней еще было перемешано бакинский кровь. Мне ребята с Баку привозили голубей. У них вот такая потяжка с Баку голубей. Постоянно подъемные ветра, эта птица летит по-другому. Им, как к николаевскам птице, нужен подъемный ветер. То, что вот и Андрей говорит, но это к армянской птице никакое отношение не имеет. Если кто-то там слышит, передайте ему. Это совершенно другого места птицы там. Они широко грудые, коротконогие, крылья покороче, чем у армянской птицы. У нас голуби длинноногие, острые груди, как вот индопакистанцам называют это. То есть голубь намного крупнее. Многие смотрят, говорят, как же такой голубь полетит. Летит и очень хорошо. И чем крупнее голубь, тем лучше результат он показывает нашей птице. Ну, как и мужики. Чем крупнее армянин, тем он сильнее. В основном, да и человек любой нации, чем крупнее, тем сильнее. Так и у голубей. Если он здоровый, он не больной, не рыхлый, а такой, груда мышц. И вот этот, на потяжке, вот эта голубка у меня час-полтора максимально время показывала. Вот она вертикально, как вот ниткой привязана, ушла вверх и так же спустилась. Первая же зима копчик ее под мышку и унес. Ну, не могут они уйти. И сколько мне там, ребята, ну, в 90-е годы у меня был водочный цех. Ребята, когда приезжали, азербайджанцы ко мне, очень много с Баку, мне там, с Баку, с Линька, Рана, с Мингичаура, там, с разных городов мне привозили голубей. Хороших голубей. Ну, голуби все на потяжке. Я говорю, они доживали у меня до зимы. Я гоняю круглый год. Вот на зиму, вот, ну, выживает только эта птица. Даже вот из головастиков, так называемых, да, там, иранцев называете как-то. У меня выживают, там, выжили две штуки грязные. Вот эта желтая щечка и вот этот, битый красненький. Все мастевые, короче, у меня копчик забрал за зиму. Вот там, то есть, получилось, этот, сейчас на паузу поставлю, хоть там чуть ниже снимать. Сейчас попробую уже, как бы, более-менее бой снимать голубей. Потому, и рука устала, как бы. Это вариант приближенный. Я на расстоянии хорошее вышел от дома, видите. То есть, ну, покажите правильные ролики, да, там, главное, честные ролики, ребят. Народ оценит, в первую очередь, ваша честность. Не надо стесняться от того, что у вас есть. Со временем все появится. Я всем говорю, там, голубеводство, это даже при любых деньгах, это не однодневная работа, там, года нужны. Ну, раз, десятилетия нужны, что добиваться своего, там, ну, это, да, там. Вот, видите, на месте стоит. Вот он, если поднимался, этот голубь, да, вы видите, там, он поднимает. Но это не столб, это обычная потяжка. Столб совершенно другой. Из столбовых голубей очень-очень мало бывает, ребят, там. На потяжке полно. Даже среди армянской птицы есть, да, на потяжке, там, этот. Ну, поменьше столба тянет, побольше играет. Столбовой голубу не бьет так много. Он выкладывается именно в столб, вот этот нырек. Там вот из ребят кто-то написал, там, мне тоже, говорит, по-моему, ютубе он написал. Держу, говорит, линоканцев, говорит. Летают мало, говорит. Но, говорит, я кайфую от игры там, ну, уж очень красиво. Вот у них столб. Вот он ныряет, тянет вверх и уходит там. У узбеков есть тоже столб, короче, у хороших, старых узбеков. Потому что сейчас перешли опять себе на эту декорацию, там, красивые чубы, двухчубы. Там, в основном, вот старые птицы, которые я видел, это одночубы и голуби были. В общем, вот у них там, даже вот я в Ашхабаде когда жил, там, полгода там жил, там, человек держал. Он говорит, мне не надо там 10 часов лета, там, час-два. Мне надо 15 минут, что этот голубь наяривал, танцевал у креста. Я с ним согласен. В общем, и по поводу голубей, я говорю, не торопитесь. Лучше имейте там пару-две хороших голубей, чем стаи балбесов. Ну, во-первых, этих хороших голубей там, среди этих балбесов вы испортите. Ну, а пусть летают там, ну, сейчас 20 штук летают, 30 летают или 10 летают. Ну, в чем разница-то? Ну, просто не надо быть жадным. Просто, как бы, надо ценить там, это, да, там, эту птицу. Пусть держат очень многие, и по чуть-чуть, это будет правильно. Вот там ребята с Барнаула, по-моему, или, не помню, там, ну, из Сибири, там. Маленький поселок, говорит, около 150 человек держим, говорит, голубей. Все гоняем. Ну, в общем, ну, не зря же от татаров, это, да, Сибирь, это, Россию сибиряки освободили там. То есть, ну, не перевелись еще на Руси голубеводы там. Ну, и Сталинград, как бы, если помните, это был исход Второй мировой войны. Я же все-таки из Сталинграда. Вот начал раскачать все это, говорит. Вы видите, за 4 месяца сколько людей, начал уже голубей держать. Вот столб вот этот, этот, белокрылый тянет там, снизу, там, вертикально тянет. Ну, столб не получается красиво снимать, он исчезает от этого, от камеры там. Это, не знаю, надо профессионала, чтобы могли снимать. Так что, птицу, я говорю, надо гонять, надо тренировать, надо, чтобы эта птица летала, набирала мозги, мышечную массу, дыхание. Ну, и тогда у вас будет хорошая птица там. Ну, видите, все там играют, там, в общем. И ролик, когда выкладываете, я говорю, не стесняйте. Ну, поговорите с людьми, скажите, где вы живете, да, там. Покажите свой дом, что у людей исчезло. Ну, если вы зимний год снимаете, уж покажите, что там у вас деревни, там, зелеными листиками, там, на это, да, на крышах снег лежит, там, на земле снег есть, там. А то там непонятно, что это, дождь или снег, или что-то как. Ну, вот в моих роликах видно, там, и по метру я снег снимаю, там уже. Надо быть просто дебилом, скажем, что это лето. Хотя, говорят, и в Африке, и, ну, раз летом снег идет. Ну, такая песня получается. Ну, что, опять 25 минут получается съемки там. Там, рука у меня онемела. Ну, сейчас дохожу до 25, в общем, и вырубаюсь. Не получается до последней. Они сейчас опять могут вернуть, опять уйти, там. Ну, птицы, как бы, на крыло не слабые, там, и непредсказуемо. Могут через 5 минут упасть, а могут вообще не упасть, там. Потерить, до потери сознания летать, там. Смотрим, что будет показа. Вот они. Тут птицы разные тоже, и молодые, и постаршие есть там. Ну, старика моего нету, он всегда последним спускается. Я его тоже сегодня выпускал, ковч. В общем, ну, он такой по настроению голубь. Есть настроение, пошел. Ну, сегодня, как бы, прохладненько, ветерочек неплохой. Если вот, видите, он деревенька. Ну, сейчас, как бы, чуть-чуть стихло, но ветер неплохой. То есть, такая песня получается. Вот, кошка моя, как собачка, добежала. Моська до меня. Вот она со мной даже до магазина идет, там. Метров 500, наверное. Ну, что, думаю, понравился вам. Ну, по крайней мере, если не понравился, я вижу результат ваш, что вы начали гонять. Это уже огромный результат. То есть, все, птица будет летать и должен летать. И на этом мы останавливаемся. Удачи вам, друзья, ясного неба. Не стесняйтесь, гоняйте. Жертвы будут, конечно, но запоминайте, не теряет тот, кто не гоняет. Ну, в принципе, с другой стороны, те, которые не гоняют, у них иной раз потери бывают в разы больше, чем у тех, которые... Мы хоть по одному, по две можем потерять, а у нас вся голубят не может, короче, одним разом погибнуть. Там какая-нибудь зараза, голуби слабы на иммунитет. На этих лекарствах долго не выдержишь голубей. Удачи вам, друзья. Гоняйте птицу, радуйтесь. Гоняйте птицу.